Игра. Пьеса в трёх действиях. С прологом и эпилогом. Пролог. Поляна в лесу. Утро. Добро пожаловать в наш мир. С чего бы начать? История любого героя включает в себя странствия. Даже если кажется, что никакого странствия нет, любой герой проходит свой путь. На то он и герой. Нашему герою тоже предстоит пройти свой путь. На его пути встретится много удивительных вещей. В нашем мире, где он живёт, царствуют особые законы, что, впрочем, верно для любого из возможных миров. И эти законы ему предстоит выяснить вместе с нами. Я сам живу здесь очень давно, но так до сих пор и не понял их до конца. Возможно, потому что для того, чтобы всё понять, нужно пройти путь. А пройти путь – это и значит быть героем. Итак, начнём. Действие первое. Сцена первая. Посёлок. Комната с большим зеркалом. Как же я хочу покинуть это всё. Там, за рубежом, всё гораздо интереснее. Но я не могу выбраться даже из этого посёлка. Говорят, нужно сперва пройти испытания. Но как я доберусь до города? И в чём, собственно, состоит испытание? Возможно, мне придётся сразиться с монстром. Как в игре по сети. Но я никогда не сражался ни с кем, даже с собственной тенью. Ничего. Как-нибудь справлюсь. В игре ведь всё было очень легко. Хотя это возможно потому, что я всегда выбирал лёгкие игры и уровни. А здесь всё будет всерьёз. Так, стоп. Какие монстры? Где они возьмут в наших скромных местах монстров? Нет. Испытание будет состоять в чём-то другом. Но в чём? Как можно подготовиться к тому, о чём ты ничего не знаешь? Эх, если бы у меня только был дар предвидения. Куда же приведёт меня судьба? Здравствуйте. А вы кто? Здравствуйте. Меня обычно называют господин директор. Но вы можете меня звать просто директор. Вы руководите чем-то? И да, и нет. Но я давно уже живу в посёлке и многое знаю. Вы, как я понимаю, герой? Я? Разве я герой? Я просто живу здесь. Играю по сети, иногда хожу в лес. Но думаю уехать. Куда же? Позвольте поинтересоваться. Для начала мне нужно попасть в город. Чтобы пройти испытания. Откуда вы знаете? Вы же герой. А любой герой должен пройти испытания. Можете, я герой. Я уже ничему не удивлюсь. Скажите, а в чём состоит испытание? Здесь, в посёлке, этого не знает никто. Даже вы? И уж тем более я. Я всю жизнь прожил в посёлке, а про испытания знают только те, кто их проходит. И кто их проводит. А кто их проводит? Я могу только догадываться. Вероятно, они когда-то сами жили в посёлке, не знаю. Так или иначе, в итоге они оказались в городе. Вы были в городе? Конечно, был. Но одно дело просто побывать в городе, а совсем другое пообщаться со стражами. Со стражами? Их так называют в городе. Тех, кто проводит испытания. Как они сами себя называют, знают только они сами. Значит, вы знаете дорогу в город? Конечно. И вы её тоже знаете. Вы же знаете дорогу в лес? В наш лес? Конечно, сто раз там бывал. Так вот город, это в другую сторону. Противоположно. Туда же никто не ходит никогда. В том и проблема. Все думают, что интересные вещи могут произойти только в лесу. А эта заброшенная дорога кажется совсем неприметной. Идти, кстати, по ней надо совсем недалеко. Недалеко? Когда-то посёлок был частью города. Но потом люди по большей части забыли эту дорогу, которая здесь была всегда. Значит, пойду я по заброшенной дороге? Ни одну дорогу не называют заброшенной, если по ней по-прежнему ходят люди. Хорошо. Не заброшенной. А потом? Что я буду делать потом? Любая дорога куда-нибудь да приведёт. Эта дорога ведёт в город. А что я буду делать в городе? К сожалению, здесь я ничего не могу подсказать. Я же не жил в городе. Ладно. Всё равно спасибо вам огромное, директор. Да что вы! Вы бы и сами могли до этого догадаться. Но ведь не догадался. А появились вы и всё мне рассказали. Эх, если бы я рассказал всё. Я мог рассказать лишь то, что вы знали сами. Сцена вторая. Город. Комната, похожая на кафе. И тут мне он и говорит «Привет!» А ты ему? Поздоровался в ответ. Твой ход. А, да, точно, я и забыл. Весёлая это всё-таки игра. Так, поздоровался. А дальше что было? Ну, дальше как обычно поговорили и всё. Твой ход. Ничего необычного? Да что может быть в этом во всём необычного? Город у нас маленький, все друг друга знают. Всем привет. Это кафе? Какая у вас интересная игра. Привет. Не хочешь присоединиться? Мы тут скучаем. С удовольствием. Но сначала мне нужно объяснить правила. Правила объяснять долго. Походу поймёшь. В принципе, ничего сложного. Но в это всё надо вжиться. Хорошо, я с радостью. Я в этом городе недавно. Мне тут всё в новинку. Ты по сети, наверное, раньше только играл. Да, как вы догадались? Здесь город маленький. Все знают друг друга. А ты, наверное, из посёлка? Да, именно оттуда. Я раньше не знал дорогу сюда. Ходил только в окрестный лес. В лесу прекрасно. Жалко, конечно, что с посёлком вот так всё случилось. Это же бывшая часть города. Причём его самая древняя часть. А что случилось? Давным-давно никакого города не было. Все мы жили в посёлке. А потом кому-то пришла в голову идея построить город. Чтобы лучше взаимодействовать с теми, кто за рубежом. А то посёлок был маленький. И казалось, что для лучшего, так сказать, международного общения нужно непременно построить город. Его и построили, и здесь хорошо. Никто не жалуется. А посёлок же в стороне от города. Так и было задумано. Но административно он входил в его состав. Пока о нём большинство просто не забыло. Ну, вы ведь не забыли? Не забыли, нет. Но ведь и в посёлке не все забыли про город. Например, некий господин-директор. Так вот, как его у вас зовут. Ладно. В чём смысл игры? Эх, как бы тебе объяснить-то. Смысл игры в том, что ты делаешь ход, а потом его делают другие. Иногда можно ходить одновременно. Это понятно. Но в чём состоит ход? Это решаешь только ты. Ладно, я ничего не понимаю. Так что, наверное, пойду. Мне нужно готовиться к одному испытанию. Зачем это тебе? Я всегда в это верил. И мне об этом сказали. Директор? Он всегда был немного со странностями. Видел мир по-особенному. Но очень уважаемый человек. Мне он понравился. Это он мне подсказал, как попасть в город. Но рад ли ты этому? Мне кажется, ты не хочешь жить здесь. Но ты не хочешь и обратно. Ты явно стремишься дальше. Туда, за рубеж. Да, и для этого я должен пройти испытание. Стражи его проводят, говорят их. Очень сложно найти. Но нет никаких испытаний. Может быть, ты его уже прошёл? Добрался до города. Прижился здесь. Даже присоединился к нашей игре. Что ещё тебе нужно? Кто же вы? Мы друзья. Просто друзья. Стражи. Можешь не рассказывать, кто нас так назвал. Сами в курсе. Кстати, мне не очень нравится это название. Какие мы к чёрту стражи? Вы управляете городом? Город управляет собой сам. Да? А как же рубеж? Рубеж? Тебя же никто не останавливает. Я не хочу назад в посёлок. А зачем тебе в посёлок? Мир ведь большой. Можешь вернуться, можешь остаться. А можешь пойти дальше. Так, а я прошёл испытание? Ты же играешь с нами в нашу игру. Это теперь и твоя игра тоже. Всё, это непонятно. Думаю, мне пора возвращаться. Вот всегда так. Приходит человек, проходит испытание. Ну, то, что он этим словом называет. А потом куда-то уезжает. Возвращается туда, откуда прибыл. Может быть, я к вам ещё вернусь. У вас очень душевно. Кто знает, куда приведёт меня судьба. Но пока я ничего не понимаю. Будем очень рады. До встречи. Сцена третья. Посёлок. Комната с большим зеркалом. И всё-таки вы вернулись. Я ничего не понимаю. Это нормально. Никто ничего не понимает. Кажется, я видел стражей. И как они? Играют в какую-то игру. Я с ними сел играть и ничего не понял. Как испытание? Сказали, что я его прошёл. Только вот не было никакого испытания. Эх, все вы так говорите. Я не понимаю. Зачем построили город? И кто вообще придумал, что нужно выбраться за рубеж? Город построили, чтобы был смысл. Но смысл этот со временем забыли. А в городе есть смысл? Там вроде никто не стремится выбраться из него. За рубеж, например. Или хотя бы сюда, в посёлок. Жители города просто путешествуют. В этом их смысл. Вы же никогда не жили в городе. Откуда такая уверенность? Я долго изучал этот вопрос. Кстати, вы так и не сказали мне, почему вас называют директором? Так сложилось. Кажется, я знаю ответ. Это вы построили город. Но почему вы оттуда уехали? Слишком много вопросов, и не на всё я могу дать ответы. Во-первых, город построили его будущие жители. Но по вашему замыслу? Во-вторых, я никогда не переезжал в город, и, следовательно, никогда из него не уезжал. Как я уже говорил, я всю жизнь прожил в посёлке. Но да, я путешествовал. Вы были за рубежом? Что же все так хотят туда, за рубеж? Так были или нет? Я видел то, что за рубежом. Вам это тоже предстоит. Таково призвание героя. Ну, это уже ни в какие ворота. Я совсем запутался. Каюсь. Моя вина. Ведь моя задача – направлять. А задача стражей – испытывать. А в итоге? В итоге герой должен стать главным из стражей. Но стражи какие-то странные. Играют непонятно во что, живут в каком-то кафе, никуда не стремятся. Даже у вас жизнь интереснее. А герой может и должен путешествовать. Как же я могу тогда быть одним из них? Главным из них. Они друзья, сами сказали. Я для них чужой. Неужели игры по сети вас ничему не научили? Я не понимаю. Я хочу за рубеж. Из города туда легко добраться. Но в городе они. Они вам не враги. Они вам помогут. Все равно я не знаю, что делать. Оставлю-ка я вас в раздумьях. Вы наверняка что-нибудь придумаете. Ага, понятно. Так, это интересно. Хм. А за рубежом есть сеть? Наверное, есть. Откуда-то ведь все эти люди в ней взялись. С кем же я играл раньше? С жителями города? Или даже с теми, кто за рубежом? Не знаю. А стражи? Как их найти в сети? Неужели их там нет? Не верю. Хотя, пусть их там и нет. Зато там есть я. Отправлюсь-ка я за рубеж. Стражи помогут. Конец первого действия. Действие второе. Сцена первая. Город. Комната, похожая на кафе. Он ушел. Пришел и ушел. Что делать будем? То же, что и обычно. Играть. Твой ход, кстати. Это все совершенно бессмысленно. Раньше нас это не останавливало. Да, но раньше мы его ждали. А теперь он за рубежом. Хватит паники. Он еще вернется. Может съездить в поселок. Это еще зачем? Ну, там директор. И всегда хорошо вернуться к истокам. И плохая, кстати, идея. Он расскажет, что он ему посоветовал. Но мы не можем отсюда уехать. Здесь наше место. В любом случае, директор не всевидящий. Откуда ему все знать? Всем привет! Ура, здесь тоже есть сеть. Привет. Как ты к нам подключился? Вы ведь сами дали мне контакты. А, ну да, я уже и забыл. Как жизнь? Как у вас там, за рубежом? Да так же, как и везде. Немного на поселок похоже, если честно. Только все чужое. Там же столько всего разного. Где ты конкретно? Не знаю. По-моему, здесь все примерно одинаково. Давайте лучше поиграем. Играть по сети? В нашу игру? А почему нет? Все ведь так же. Ты делаешь ход, потом его делают другие. Да-да, и иногда можно ходить одновременно. Но все же это не то. Мы тут, а ты там. Как так? Давайте все же попробуем. Ну ладно. Но зачем тогда тебе вовсе было отсюда уезжать? Чтобы увидеть мир. Вырваться. Да, играть будем не все время, а периодически. Сеансы будем устраивать. А в остальное время будем заниматься своими делами. То есть в остальное время мы будем втроем играть, без тебя, как раньше? Хм, что-то здесь не так. Директор намекал, что так будет. Он предвидел это. Не называй его директором. А как мне его называть? Да ладно, пусть называй. Директор так директор. Опять же, старику было бы приятно. Все уже забыли, как его зовут на самом деле. Директором он назвал себя сам. Ладно, согласен. Он уважаемый человек. Можно его назвать так, как он сам себя предпочитает называть. Как бы там ни было, он сказал, что я должен стать главным стражем. Главным? А в чем разница? Мы же просто играем. Видимо, в том, что он нам не друг. А кто-то внешний. Понятно. Ну, главный так главный. Только не забывай, что мы никакие не стражи. Мы просто друзья. Но я вам и не директор. Один директор уже есть. Хорошо, согласен. Предлагаю компромисс. Будем, значит, стражами. Директор оценил бы юмор. Жаль, что сейчас его здесь нет. Его призвание быть в поселке. Направлять. Наше призвание, как он сказал, испытывать. Но кого? Мы думали, что тебя. Ну или таких, как ты. Наверняка придут новые. Да, а что тебе делать в такой ситуации, даже и непонятно. Хотя за столько лет до тебя никто к нам не приходил. Я опять ничего не понимаю. Вы же говорили, что все, кто приходили, ушли. А теперь говорите, что никого до меня не было. Совсем я ничего не понимаю. Ладно. На сегодня сеанс окончен. Надо было сказать ему. Что именно? Не надо его расстраивать. Ему и так непросто. Он же герой. Сцена вторая. Поляна в лесу. День. Какой чудесный сегодня день. Здесь все мне напоминает родной лес. Рядом с поселком, где я вырос. Лес здесь и в самом деле удивительный. А ты где выросла? Я выросла здесь. В лесу? Да нет, не в лесу. В поселке рядом. В поселке? В другом поселке, как ты понимаешь. То есть за рубежом? Не знаю. По-моему, нет никаких рубежей. Посмотри на это солнце. Как же оно прекрасно. А в чем твое призвание? Призвание? О чем ты? Я с детства считал, что я должен вырваться сюда, за рубеж. И на пути к этому были разные испытания. Испытания? Звучит интересно. А в чем они состояли? Я и сам не понял. Но было непросто. Наверное, в этом и была их суть. У меня никаких испытаний не было. А в игры по сети ты не играла случайно? Нет. А зачем? Здесь же и так хорошо. Ну, это весело. Дает уйму новых впечатлений. Мне кажется, что здесь впечатлений не меньше. А ты играешь? Раньше играл. А сейчас играю только в одну странную игру. С друзьями из города. Какого города? У нас один город. Это не за рубежом, а у нас. У вас. Вот ты говоришь, что твое призвание было выбраться сюда. А сам тоскуешь по родным местам. Ничего я не тоскую. У меня полноценная жизнь. Свобода. Друзья в сети. А люди здесь? Для меня они все прохожие. И я, значит, прохожая. Не обижайся. У меня такое чувство, что игра закончилась, и теперь я вынужден бродить по игровому миру безо всякой цели. Поэтому мне все и кажутся прохожими. Прохожие. Да. А что за игры по сети? Может, мне тоже попробовать? Я могу подсказать, да. Когда-то я, можно сказать, жил в этом мире. Но тебе нужно придумать ник. Ник? Игровое имя. Пусть будет прохожие. Такое имя, наверное, уже занято. Сейчас проверим. Странно. Имя свободно. Ты единственная прохожая, что ли? Все мы единственные в своем роде. А чем ты занимаешься в свободное время? Я же говорил, играю с друзьями из города. Интересно. В чем состоит игра? Сложно объяснить. Но когда-то я считал их стражами города, которые проводят какое-то испытание. Какой у вас странный мир. Мне директор подсказал. Какой еще директор? Он из поселка. Он тоже играет в игры. Не знаю. Мне кажется, в каком-то смысле для него вся наша жизнь. Это одна большая игра. Интересный, наверное, человек. Я бы с ним познакомилась. Я даже не знаю, как это устроить. Никогда не интересовался, как попасть в поселок из-за рубежа. Наверное, так же, как и ты попал сюда. Что тут может быть сложного? Да у нас скучно. Делать совершенно нечего. Но ведь тебе там нравилось больше. Ладно. Давай тебя зарегистрируем в сети. Имя прохожая. Все. Готово. Спасибо. Может быть, ты меня познакомишь со своими друзьями? Стражами или как их там? Кто знает, что нас ждет. Очень рад знакомству. Я тоже. До встречи. Это все так странно. Здесь так хорошо. Но мир оказывается такой большой. Так хочется узнать о нем больше. Может быть, в один прекрасный день я окажусь совсем в другом месте. Но это будет совсем другая история. Сцена третья. Поляна в лесу. Вечер. Она всегда была тут. Но где же она? Куда она пропала? Так. И в сети ее не видно. Наверное, она здесь была единственная душа, с которой было о чем поговорить. Что же делать? Что же делать? Как ее найти? Подождать, наверное. Хотя я уже хочу вернуться. Кто бы мог подумать, но я соскучился по поселку. Приветствую. Как вы сюда попали? Ужасная новость. Какая? Поселка больше нет. Моего поселка? Вы шутите? Какие уж тут шутки. Что случилось? Мы не знаем. Никто не знает. Но что-то же вы должны знать. Что-то произошло. Какая-то катастрофа. Что с директором? Это неизвестно. Как же мне теперь туда вернуться? Может быть, когда-нибудь ты туда и вернешься. А пока возвращайся в город. Возвращайся, да. Зачем это? Для контактов есть сеть. Сеть каким-то странным образом связана с поселком. Мы пока не знаем, как именно. Но удивительно, что она вообще работает. И вот пока она работает, мы тут же связались с тобой. Это же твой поселок. Но я не хочу возвращаться. Тем более теперь, когда поселка не стало. А здесь я встретил одного человека. Очень важного человека. Где же этот человек? Я никого не вижу. Наверное, его здесь нет. Да нет, сегодня она тут была. Она? В городе полно людей. Наверняка найдешь кого-нибудь. Ты же не хочешь застрять на этой поляне? Что же мне теперь делать? В конечном счете тебе решать. Мы можем только дать совет. А наш совет? Возвращайся в... Возвращайся куда? Куда вы делись? А, сеть накрылась. Ну и ладно. Они успели сказать, чтобы я возвращался в город. Но что делать с поселком? И как я найду прохожую? Прохожая, прохожая. Надо же мне было так ее назвать. А она теперь и в сети так назвалась. Понравилась, наверное. А что если и в сети никогда больше не будет? Как я буду выходить на связь? Наверное, они правы. Я же герой. Мое призвание стать главным стражем. А для этого я должен вернуться в город. Так, а откуда я это знаю? Ах да, директор сказал. Где же он теперь? Что вообще происходит? Нет, я не могу возвращаться в город. Что я там буду делать? Играть в эту идиотскую игру? Ну уж нет. Хватит с меня этого. Надоели. И сеть никакая не нужна. Останусь здесь. Навсегда. Конец второго действия. Действие третье. Сцена первая. Город. Комната, похожая на кафе. Твой ход. Интересно, он вообще к нам придет или нет? Кто его знает? Вообще он не хотел возвращаться. По сети теперь невозможно подключиться. Наверное, оно и к лучшему. А поселок жалко. Что-нибудь слышно о директоре? Все, кто был в поселке, переселились в город. Но директора нигде нет. Странно, странно. От судьбы не уйдешь. Приветствую. Я совсем ненадолго. Мне надо в поселок. Его же нет. Что-то должно было остаться. Не могло же не остаться совсем ничего. Лес за поселком остался, наверное. А про сам поселок ничего не известно. Люди, приехавшие сюда недавно из поселка, молчат. Ничего не могут сказать. Как будто его никогда и не было. Поэтому туда надо съездить. Ты же говорил, что ты теперь главный страж. Да, поэтому я должен разобраться во всем сам. У тебя есть мы. Да, мы можем съездить. Начнем восстанавливать поселок. А вот сеть я бы не стал восстанавливать. Почему? Она все искажает. Неужели ты не заметил? Всякий раз, когда ты контактируешь с кем-то по сети, ты испытываешь некое чувство неполноты. Даже тревоги, я бы сказал. Не помню такого. А я помню. Впрочем, сеть всего лишь инструмент. Он бывает полезен в нужное время. Мне кажется, что без него вполне можно обойтись. Мир у нас маленький. Директор бы восстановил сеть. Мне кажется, это он ее и создал зачем-то. Кто же кроме него? Я точно не знаю, но больше некому. Странно, конечно, что он сам ею не пользовался. Он и город построил, а сам там не жил. Странный человек был. Но я ему благодарен. Давайте не будем ее. В общем, сеть нужно восстановить. Я сам этим займусь. Думаешь, если ты главный, то должен все делать сам? Нет. Если ты главный, то должен делегировать. И один из стражей, как ты сам говоришь, должен быть на месте. Кто же, как не главный страж, им и должен быть? Да, мы всего лишь друзья. И твои друзья тоже. Позволь нам уехать. Почему же все так хотят куда-то уехать? Даже вы. Потому что природа любого пути в движении. Мы выполнили свою функцию. Теперь наша задача другая. Так бы сказал директор. А ты, ты теперь на своем законном месте. Я не хочу быть здесь. Понравилось за рубежом? Наверное, поляну-то вспоминаешь. И да, и нет. Я о другом думаю. Мой родной поселок больше не существует. И он никогда не станет прежним. Если только... Почему-то мне кажется, что только я могу его воссоздать. Откуда я это знаю? Директор такого точно не говорил. Ты интуиция, друг мой. Интуиция – великая сила. И она тебя не подводит. Но мы твои друзья. Мы можем сделать все за тебя. Кроме самого главного. А что главное? Главное – это игра. Как же мне играть, если я останусь один? Время покажет. Ладно. Отправляйтесь в поселок. Точнее, в то, что от него осталось. Осталось ли? Если есть дорога, она обязательно куда-нибудь приведет. Сцена вторая. Город. Комната из предыдущей сцены. Ты? Я хочу пройти испытание. Как ты сюда попала? Пришла. Понимаешь? Нет никаких испытаний. Это все директор придумал. В любом случае испытания обычно проходят люди из поселка, а не из-за рубежа. Но я хочу пройти испытание. Зачем тебе это нужно? А чем занимается директор? Он придумал этот город. Но ты не ответила на мой вопрос. Где он сейчас? Эх, если бы я знал. Что случилось? Он жил в поселке. А с поселком что-то произошло. Нет больше поселка. Как будто никогда и не было вовсе. Печально. Ты расстроился? Да, но уже смирился. А твои друзья? Они в поселке. Временно. Сейчас я вместо них. Ты же сказал, что поселка больше нет. Они туда отправились. Ведь любая дорога куда-нибудь приведет. Моя дорога привела меня сюда. И вот я здесь. Перед тобой. И не знаю, что делать. Я тоже не особо знаю. Вроде надо играть. Твой ход? Мой ход? Да. Сначала ты делаешь ход. Потом его делаю я. Или наоборот. Все это непонятно. А можно ходить одновременно? Ты читаешь мои мысли. Как раз хотел об этом сказать. Иногда можно. А кто решает, когда можно? Мы сами. Только мы сами. А в чем же состоит смысл хода? Эх, смысл тоже вкладываем мы сами. Какой бы ты хотела вложить смысл? Даже я не знаю. А в чем вообще смысл игры? Какова цель? Жаль, здесь нет директора. Он бы что-нибудь придумал. Я не понимаю, как играть в эту игру. Может, ты мне поможешь? Даже не знаю как. Может, я начну? Давай. Понимаешь, прохожая, так странно тебя так называть. Ничего. Я привыкла. Продолжай. Я всегда мечтал вырваться за рубеж. Но теперь моя душа рвется в исчезнувший такой родной поселок. Однако за рубежом со мной случилось что-то чудесное. Что именно? Со мной случилась ты. И ты перевернула весь мой мир. Эх. Что мне на это тебе сказать? Ты ведь не меня увидел. Что же, как не тебя? Ты увидел преломленную тень собственного далекого будущего. Или прошлого. Вечности в общем. Странно. А как иначе? Ты ведь тоже изменил мою жизнь. Я стала стремиться куда-то. Стала такой, как ты. Но дело совсем не во мне и не в тебе. А в чем? Ты ведь и сам знаешь. Все дело только в пути, который мы проходим. Ты хорошо играешь. Ты тоже. Я прошла испытание? Не знаю. Наверное. Ты ведь играешь в эту игру. Куда дальше пойдешь? А кто знает точно, прошла ли я испытание? Кто знает, есть ли во всем этом смысл? На такие вопросы ответить можешь только ты. Жалко прощаться. Но я не могу здесь оставаться. Я понимаю. А я должен оставаться здесь. Здесь мое место. Спасибо тебе все же. И тебе спасибо. Ну, прощай. Прощай. Может, еще увидимся. Когда-нибудь. Никто не знает, куда приведет нас судьба. Сцена третья. Город. Комната из предыдущей сцены. Интересно, что нас всех ждет впереди? Не знаю, но сеть скоро будет восстановлена. Отлично. Что-нибудь новое насчет поселка? Поселок восстановлен. Ты же не хочешь туда попасть снова? Хочу, конечно. Но не особенно. В любом случае, того поселка, откуда ты начинал свой путь, больше нет. Вы же сказали, что он восстановлен. Место это не только декорации. Место это и люди в нем. Они создают атмосферу. Но если... Даже если все вернутся, все равно это будет другой поселок. Никто ведь не стоит на месте. Что с директором? Мы его не видели. Мда. Что же мы будем без него делать? А разве он нам нужен? Мне кажется, мы и сами можем вести игру. Мы же всегда это делали сами. А я? А ты теперь один из нас. Здесь, в городе, нам открыты все пути. А как же то, что за его пределами? Мы сможем контактировать по сети, как и раньше. И люди из-за рубежа будут приезжать в город. Постойте. А кто нам сказал, что мы должны оставаться в городе? Так заведено. Кто-то же должен проводить эти, как их, испытания. Но ведь если поселка, каким он был раньше, больше нет, разве кто-то сюда приедет? А ты прав. Мы ничем не хуже других жителей города. Мы одни из них. И тоже будем путешествовать. И когда-нибудь вернемся в поселок. Надеюсь, кто-нибудь отремонтирует дорогу туда. Ведь он же, как ты говорил, административная часть города. Причем самая древняя его часть. Почему же о нем забыли? Мы не забыли? Это правда. Мы не забыли. Но для начала мы отправимся в путешествие. Вместе. Отправимся далеко, за рубеж. Однажды когда-нибудь вернемся, наверное. Кто знает, куда приведет нас судьба. Но это уже будет совершенно другая история. Конец Третьего Действия Эпилог Поселок Комната с большим зеркалом Интересно, где он теперь? Как и все мы, на своем месте. Вернется ли он к вам? Он вернется сюда, но не ко мне, а к тебе. Он же не знает, что я здесь. Он не знает, что я здесь. Это не важно. В глубине души он надеется встретить вас здесь. В том же месте, где все начиналось. Ты теперь моя помощница и ученица. Что это значит? Ты будешь вместо меня. И закончишь то, что я начал, и не в силах закончить. Восстановишь связь с городом. Связь же есть. Я же сюда пришла. Некоторые дороги видны только тем, кто уже знает, что они должны там быть. Значит, надо отремонтировать дорогу. Конечно. Кто-то же должен это сделать. А что я скажу ему, когда я его встречу? Только то, что ты захочешь сказать. Может быть, ему нужна ваша помощь? Это вряд ли. Почему вы так думаете? Потому что сейчас его здесь нет. Когда придет время, он вернется сюда. И обязательно найдет то, что ищет. Я в этом уверен. Конец. Валерия Хромцова Особая благодарность интеллектуально-творческому клубу «Братство». Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!